МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Год был непростой, как для нашей республики, так и в целом для страны. А каким он был для вас? Вот, может быть, несколько самых ярких событий, которые остались в памяти? Наверное, для любого человека, независимо от его статуса, рамка, должность, я не знаю, социального положения, всегда есть те фрагменты, когда он не выпадает из общей жизни страны, республики, семьи, ну и многих тех вещей, из которых, наверное, состоит жизнь, или в целом это называется жизнь. Для меня, в частности, конечно, события, как и для всех россиян, главное, это Крым, Олимпиада. Победили, красавцы, доказали всему миру, что мы опять лучше. Самое главное, мы можем это показывать, и доказывать, и делать. Самое главное, никому не ретушировали какие-то вещи. Мы действительно это сделали. Ну, а есть наша жизнь, в которой мы каждый день живем. Я больше думаю, как и меня, так и всех жителей республики волнует, что же с нашим регионом, с каждым поселком, с каждым городом. У каждого именно, ну, наверное, вот такая жизнь. Она именно делится Алл Политов, Извините, Карагай, потом сразу столица Абакана, столица республики, город Абакан. И у каждого своя жизнь есть и каждая проблема. Весна наша, да, начало лета, мы помним, конечно, полихрадила нас, поволновались все мы. Это половодие, исторический максимум. Никогда в Хакасии не было такого половодия. Переживали, сопереживали, ну, самое главное, дело делали. Ну, вот, я бы, может, здесь, знаете, что еще наряду этих событий отметил работу сельчан наших. Поверьте, мы всегда ждем. Я, может, в меру своей должности уже с Нового года, мы уже сейчас опять говорим о новом урожае, о новых делах, потому что я считаю это самым главным вопросом в жизни любого человека. Просто не каждый об этом каждый день задумывается, идя в магазин, приобретая продукты, одежду, ну, все то, чем мы живем с вами. Поверьте, не дай Бог. Только у сельчан будет плохо. Мы сначала этого не понимаем, думаем, да вот, опять черная дыра, еще что-то. Моментально это скажется на благосостояние всех. Всех жителей, особенно скажется на тех, кто живет, наверное, ну, чуть похуже, да, там, некоторых. Ну, вот, в меру своей должности постоянно думаешь об этом, чтобы не было катаклизмов. Чтобы на прилавках все было у нас. Ну, как житель республики, я могу так говорить, как тот глава республики, который действительно из этого региона и живу здесь, и надеюсь остаток дней здесь доживать своих. Потому что это родина, мне очень все нравится, и я ни в коей мере себя не соизмеряю где-то в другом регионе, не дай Бог, еще в какой-то стране. Ну, хотелось бы так, чтобы всегда все было на позитиве, чтобы каждый житель мог гордиться своим регионам, родным, поселкам, городам. Ну, вот я почему-то становился на сельском хозяйстве, это, считаю, ну, такая доминирующая составляющая экономики. Она не отражает всей меры полноты наполнения, бюджета, еще что-то, но она наполняет, отражает наше с вами настроение и желание жить. Жить в достатке, жить счастливо. Вот через эту призму, поверьте, мы каждый, если бы обращали на это внимание каждый день, мы бы всегда олицетворяли свою жизнь, конечно, сельским хозяйством. Виктор Михайлович, Вы уже затронули тему масштабного наводнения, которое затронуло также не только Хакасию, но и ряд соседних регионов. У всех еще в памяти события в Аскизском районе на Дамбе. Мы, в свою очередь, как корреспонденты тогда присутствовали. Тогда счет шел на часы, даже минуты, и вам пришлось действовать очень жестко. То есть устроили настоящий разгон. Тогда это были эмоции, а вот сегодня, как Вы оцениваете действия местных властей в затопленных районах? Ну, вернемся к Аскизу чуть позже. В целом, оценивать действия нормально. Всех звеньев. Есть замечания, я не буду сейчас говорить, это моя работа. Я не хочу ее перекладывать, минусы на других, а плюсы оставлять себе. Вовремя приехал, вовремя дал указания. Вот герой, глава республики. Вопрос в системности. Почему приходится давать разгон? Потому что, значит, не работает система. Я это увидел в некоторых моментах, как работал штаб, как работали многие моменты. Но я считаю, что это, прежде всего, где-то моя личная недоработка. Хотя человек из практики, я всегда был производственником, и эти вещи для меня были знакомы. Здесь, надо отметить еще и другое, наверное, мы все вместе сделали очень правильный шаг. Все пять лет работали над строительством и реконструкцией новых и старых дам. Я даже сейчас уже цифры не помню точно, сколько, больше 36 километров только сделали дам. По касательно в Абазе, опять же. Да, ну, про Абазу отдельная история. Вы ее все знаете, помните, я даже подвергался критике, что приехал тут, накомандовал, мэра наругал нашего любимого. Даже отстранил от должности, хотя не имеет полномочий на это. Мы его выбирали, мы его любим. Я говорю, я это все признаю, выбора, любовь, уважение. Но когда руководитель, облеченный властью народа, главы республики и президента Российской Федерации, не исполняет правильно своих функциональных обязанностей, он должен уходить. Он не имеет права, человек, облеченный властью, говорить, вы извините, я не предусмотрел. Зачем берешься за этот гуш? Ну, зачем ты впрягся? Ну, зачем ты в этот кузовок-то лезешь? Там, видно, другого сорта грибы должно быть. И здесь не должно быть обид. Ну, историю мы знаем, чем она закончилась, и дай бог, что так. Мы наростили дамбу. Да, на какой-то момент жители Абазы потеряли элементарный комфорт. Они вот привыкли гулять по дамбе. Ну, вот сейчас же все налаживается. Мы ее оккультуриваем и идем дальше. Но зато спасли город. По многим поселкам так произошло. У нас ни одного поселка не было, извините, затоплено. У нас было подтопление грунтовыми водами. Но от этого мы не уйдем. Единственное, мы сейчас тоже думаем о средствах борьбы с этим, чтобы быстро на местах откачкой заниматься воды, иметь оборудование на этот счет. Потому что всего лишь этот период нескольких дней. По сравнению с другими регионами. Я не имею права критиковать их. Но я же видел, о чем говорили в Горном Алтае, в Алтайском крае. Там абсолютно другие были заботы. Их не было дам. Просто поселки смывал. Потом мы все дружно начинаем выбивать деньги из центра. Миллиарды. Мы, в свою очередь, потратили больше полумиллиарда рублей из собственных средств. Собственных. Для нас это просто грандиозная сумма для бюджета республики. Здесь нет ни одного федерального рубля, кроме дноуглубительных работ там. Я считаю, что мы очень правильно потратили средства. Мы каждую весну смотрели, где опасные точки. И в таком... Слово не очень приятно, но все-таки. В пожарном режиме реагировали. Потому что мы не могли все дамбы за один год сделать. И мы смотрели, каждый год выбирали самое узкое место. И вот, начиная с марта месяца, мы уже имеем анализ. Смотрим. Апрель начинает нам показывать, где будет... Ну, больше придет опасность. И мы туда бросали все силы и средства. Вот таким нашим, наверное, таким доморощенным методом пытались локализовать те проблемы, которые могли бы возникать в республике. Оценка федерального центра дана была высокая. Ну, не в том плане, знаете, тут на таких случаях не хочется получать награды и какие-либо оценки. Тем более на примере твоих товарищей там. Это не очень корректно звучало. Я даже пытался реже участвовать в этих виде селекторах. Я единственное сказал президенту о своем видении, что нужно сделать, какие выводы. И попросил федеральные программы в поддержку тех регионов, у которых есть действительно многоводие. И по определенным параметрам рассчитать поддержку федеральным бюджетам. Могу вам доложить, программы пока федеральной нет. Но вот этим заявлением, что мы верните нам налог водный за акваторию водную, которую мы имеем, но не имеем, или вернее потеряли очень много в экологии, отдайте нам этот рычаг, механизм на возобновление, во всяком случае, того ресурса, который необходим для траты для безопасности населения. И поверьте, мы были услышаны. С нами сейчас ведут корректно. Нам выделили в несколько раз больше средств из управления водными ресурсами страны. Мы набрали под 200 с лишним миллионов уже на 15-й год программ, под новое увлечение, по реконструкции дам. Хотя мы уже выполнили все мероприятия после поводка в той части, где были нарушения, еще что-то. Но это всего лишь, я вам честно могу сказать, сделано пока очень мало. Задача стоит, все те участки, особенно мы прогнозируем, где могут быть слабые места, естественно, нужно покрыть скалой и в бетоне. И покрыть в бетон. Работать нужно, ну так я всегда употребляю, это слово, оно у меня уже как поразит длинное. Можно, вот знаете, замазанием глаз заниматься каждый год и тратить туда ресурсы. Смыло дамбы построили, смыло построили. И такое сладкое освоение средств. Задача стоит, программа есть, я за ней слежу. Весна покажет, как говорится, опять, где узкие места. Очень много нужно работы сделать по одному углублению. Ну, в общем, что сказать, для населения, для жителей, все будем делать для того, чтобы мы жили в безопасной республике. А по многим параметрам, которые мы имеем в форме мониторинга, мне очень приятно, что мы первый регион в Сибири, в Сибирском федеральном округе, который считается самым безопасным для проживания. И в пятерку входим в Россию. Дорогого стоит, вот за этим надо следить. Без этого, как без булки хлеба, я говорил, да, сразу жизни не будет. Все, вся власть изменится. И нас сметут с этих кабинетов. Один день не будет хлеба в магазинах. И это правильно. И по безопасности. И не будет безопасности, не будет сюда никаких инвестиций. В национальном плане, ну, в любом. Такое широкое понятие, форма безопасности, оно включает все в себя. Экономическую безопасность, наше здоровье, суициды. Вот много можно, это целый набор. И в то же время это набор инструментов, с чем бороться против этого. А надо не бороться, а надо просто работать. Планово, системно. И тогда будет все нормально. Я думаю, в этом плане меня старшее поколение больше понимает. Когда-то в 69-м году урок был, и тогда регион сделал выводы. Мы за многие годы расслабились, считали, что, ну, уже все сделано в этой части. В этот год нам показал. Еще этот, точно, 14-й, я уже почти о 15-м говорю. Ну, надо много делать каждый год. Виктор Михайлович, вы уже затронули тему сотрудничества с федеральным центром. Заслуживает, конечно, особого внимания. Вы очень часто бываете в Москве, и, конечно, рабочие поездки приносят результаты. У всех на слуху сотрудничество с Министерством обороны. Вот, казалось бы, где Хакасия, да, и где Министерство обороны? Тем не менее, многомиллиардный проект, военный городок, да, реализуется на территории нашей республики. Как, вообще, откуда такое сотрудничество? И вот, судя по всему, это только начало? Я не буду скрывать, я думаю, глупо, ну, не все связано с личными отношениями с Министром обороны Российской Федерации. Но что-то, да, естественно, проще достучаться. Он очень хорошо знает регион. Не просто знает, он здесь жил, трудился, очень много сделал для региона. Все, что построено, алюминиевые заводы, вагон Машек, ТЭЦы, завод тут даже, ТУИМ, новый комбинат, который планировался, школы, садики. Он много что делал здесь, действительно, своими руками, свое участие. Он очень болеет, всегда сопереживает, а крайние годы радуется восстановлению республики, росту ее. Часто бывает в регионе, как и я, почему-то любим, ну, так получилось, что больше любим наши реки, озера, тайгу, чем отдыхать где-то на море. А если в море, это или белое, или это где рыбалка есть. Это правда, это, ну, так случилось. Но это не главный показатель, почему так вот мы договорились, и вот на хороших личных отношениях решили несколько миллиардов освоить в республике Хакасия. Причина, скажем, заглобальней, она государственная. Да, я доказывал, я был услышан в той части, почему нам нужен этот объект. Я 15 лет был заместителем начальника Абаканского отделения дороги железной, и при этом еще была одна должность у меня, это начальник дирекции, которая подчинялась напрямую Министерству пути и сообщения, потом РЖД. И у меня звание было по линии как заместителя НОДа, генерал-майор внутренней службы, а как начальника дирекции, генерал-лейтенант внутренней службы. Дирекция занималась как раз обеспечением, прогнозированием экономического роста нескольких регионов. С учетом этого мы доказывали, что нужно строительство вторых путей тоннелей. И не менее важная задача была, это безопасность. Там маленькая другая безопасность была и в рамках обороноспособности страны. Я отвечал за эти вопросы и очень тонко их знал. В какой части, чтобы было понятно, это не зря расформирована, вернее, сформирована бригада железнодорожная именно здесь, в Абакане. И она исторически привязана к нам. Чтобы знали для справки, от Урала до Дальнего Востока больше нет прикрытия железных дорог. Если что-то случится, или, как правило, случается, мы это знаем, у нас вот мост падал, но это бытовая, будем называть ситуация гражданская, никакие враги на нас не нападали, ничего не происходило. Кто первыми пришел? Пришли военные. Они мобилизованы на это, у них есть ресурсы, у них есть техническое оснащение. Ни одного гражданского мы бы туда не послали. Поверьте, что мы торги будем проводить, когда экономика региона останавливается. Не дай бог, там будет связано с жертвами, дальше затопление, подтопление. Эта бригада на себе несет вот такую нагрузку. Она прикрывает от Урала до Дальнего Востока все железные дороги. А это экономика страны, жизнь наша с вами. Все, что говорится, практически это страна. Это основная часть, та, которая формирует бюджет России. И как раз на период перед увольнением бывшего министра было принято решение им, господином Сердюковым, о расформировании нашей бригады перед дислокацией. Какой-то Абакан, он никогда не знал, где этот Абакан. Какая-то республика. Это такая, знаете, мясничковая политика у человека была. Но всем было ясно. Я, в свою очередь, готовил доклад президенту, как верховному главному командующему, от лица главы региона, потому что я тоже здесь осуществляю определенную роль при определенных событиях. Доклад. И он был подготовлен. Ну, что это практически вредительство. Ну, для обывателя это было непонятно. Очередное, знаете, как у нас называется, оптимизация. Ну, зачем здесь, в Сибири, войска стоят? До границы далеко, до этого далеко, непонятно. Ну, специалисты знали. И старшее поколение все правильно делало. Создана была уже база. Все есть. Ну, требовало обновления. Новая жизнь. Естественно, я вышел с письмом на президента и министра обороны Российской Федерации. Сергей Курганович приехал, посмотрел лично. Он это не только по Хакасии делает. Ну, вообще креативный человек. Сразу понял, что должно быть. Поверьте, это было решение. Я не хочу тут себе натягивать не свои погоны. Это он принял решение, что городок должен быть построен по всем тем требованиям, которые отвечают жизни человека. Это его решение. Ледовый дворец. Весь этот спортивный городок. Новое ношество. Почему нельзя в казарме иметь горячую воду? Вот, кстати, почему нельзя было иметь? Я тоже два года чистил зубы в холодной казарме. Да, и стирал все, что на тебе есть. Мы же сами стираемся. Ну, как правило, 90%. Там же не выдержишь 10 дней, чтобы все в холодной воде. Ну, почему? Броешься в холодной воде, спишь в холоде. Ну, почему нельзя было солдату мыться? Я не мог понять это. Человеческое условие. Вот, представьте, человек пришел и сказал. Ну, вот еще вчера. Это было нормой, даже законом. Не надо в казарме иметь горячую воду. Никаких душевых солдату. Его раз 10 дней свозив в баню, он помоется, и потом 10 дней нормально может существовать. Война, что ли? Ну, поэтому вот все моменты. Поэтому было решение принято здесь. Сделать все так, как должно быть. Ну, или, можно сказать, с перспективой, да, что 20-30 лет потом действительно можно не заглядывать. Только на содержание. И на инфраструктуру. Новые столовые. Ну, прежде все делается для солдата. Чтобы нам с вами, ну, вот вы мама, любая девушка, потенциальная мама. Ну, она всегда переживает. Прежде всего, мужчины как говорят? Да ну, пусть идет служит. Пусть не позорит семью, род. Отслужить должен. Прежде всего, мама думает о другом. Для чего она его рожала? Ну, да, солдата родила. Да, когда будет беда, он пойдет защищать маму, отечество. Но когда мирное время, почему из него сделать изгоя? Ну, пусть в нормальных условиях служит. Ну, придет время, будет не мыться месяцами еще что-то, да? Сегодня нужно создать те условия, чтобы наши матеря с удовольствием отпускали своих сыновей, эту великую армию. Престиж ее. Ну, вот было принято решение. Ну, это не последний шаг. То, что мы сегодня видим. Здесь контракт у нас на 6 миллиардов. Почти 4. Ну, будем так говорить, 4 мы освоили. Очень успешно. Я бы сегодня, пользуясь случаем, хотел поблагодарить там все 100% хакасский строитель. Я очень благодарен министру за это решение. То он своим волевым решением сказал, чтобы я не видел там. Если будут справляться хакассы, они должны строить. Чтобы не видел со стороны ни одних подрядчиков. В других регионах так не получилось. А наше дело было не споткнуться. Ну, наверное, помните первый его визит. Он так похмурился, походил. Хотя у нас еще не было никаких просроченных сроков. Но то и министр. Если бы он приехал, что он должен? Всех хвалить, что ли? Так и должно быть. Мобилизовал, подстегнул, прикнул, что в хакассе закончились строители. Но я понял намек его. Он как уехал, якобы, и больше они закончились. Но у нас тоже есть гордость. Вот я в декабре ему напомнил, товарищ министр, в хакассе есть строители, вы должны миллиард. В конце года больно это слушать, потому что денег не хватает. Но хочу заверить всех строителей. Естественно, рассчитаемся. Сто процентов. Поблагодарить за сроки, за качество. И знаете, каждому жителю я бы хотел поделиться своим настроением с каждым жителем. Можем очень много в хакассе. Ну, правда. Вот собрались в кучку, в кулачок, да? И ударили дружно. И 4 миллиарда за несколько месяцев освоили. Качественно, красиво. Показали свои технологии. Показали, наверное, прежде всего престиж строительной профессии, что мы тут есть в хакассе. При этом мы не снизили показатели по строительству жилья, других объектов. Да, переток был специалистов. Мне было больно, когда с музея, с медицинского корпуса кадры потекли на ту стройку. Можно, конечно, долго тут цеплять тему. Необходимо кадры, молодежь, оставлять. Это, кстати, мотивирует к жизни. За молодежь нужно так цепляться. Это все не должно больше быть пустыми словами. Мы любим молодежь. Вот за молодежь нужно цепляться. Так, чтобы она у себя дома оставалась. Ну, кроме Ломоносовых. Будем потихоньку все равно выпускать. Ну, вот то, что касается тех объемов, которые есть, я вам сразу намекну, будет очень большое развитие Саиногорска, будет развитие больше аэропорта. И еще здесь несколько объектов будет строиться. Ну, как несколько? Это еще несколько. Ну, в пределах, наверное, еще 8 миллиардов будет. Прогнозируется посвоение средств в Республике Хакасия по линии Министерства обороны. Это все в рамках защиты населения и обороноспособности нашей Великой России. Виктор Михайлович, а вот визит нового руководителя Центрального спортивного клуба армии Михаила Барышева, полковника, он за собой несет какие-то последствия? То есть в этом направлении тоже будут какие-то проекты? Да, тут без ложной скромности скажу. Я предложил министру обороны, учитывая тот потенциал, который мы с вами имели и наработали в рамках спортивной базы. Ну, мы же много сделали, правда. Смотрите, в столице, какой спортивный комплекс мы построили. А вершина Теоя? В вершина Теоя. У нас рядом Ергаки. Мы тоже их забрали, сейчас они находятся под юридикцией Хакасии. Они принадлежат, не принадлежат, а вошли в состав нашей железнодорожной бригады. И мы косвенно ими командуем. Мне очень приятно, что Красноярский край тратил огромнейшие деньги там на развитие, а потенциал будет наш. И министр все сделал, чтобы Хакасия и Тува тоже там участвовали. Ну, сегодня вот так вот Бог распорядился, что это в Хакасской юрисдикции. И Ергаки, плюс у нас есть озера Ивановские, с той базы горнолыжной, которая у нас есть, гладенькая. И можно много-много загибать пальцев. Ну, и то, что особенно, конечно, важным было, то, что у нас тренируется сборная России. Ну, министр принял решение, я когда узнал, что он принял решение о восстановлении тех традиций и мощи клуба ЦСКА. По всем направлениям. Ну, вот почему родилась эта инициатива. Я предложил наш регион как одной из точек роста. Мы бы здесь могли спокойно иметь, ну, так называние называется, спортивные роты. Помните, как у них формировалось раньше? Оно себя, конечно, не представляет в той части формирования роты какой-то. Это большая база для подготовки спортсменов. Плюс у нас в военном городке все сопутствующее тоже. Ну, я предложил, вот, министр принял это решение, вот, приехал руководитель начальника клуба ЦСКА, он так и называется, Михаил Николаевич. Посмотрел, они приехали вместе с Виальбе, с Леной. Она тоже лоббирует. Потому что если мы объединим еще ресурс, представляете, Министерство спорта Российской Федерации, Министерство обороны, два источника финансирования, нам чуть меньше придется тратить. Или больше сказано было бы, да, мы столько построим, не вкладывая ресурсов, поимеем для наших жителей, потому что все для нас. Ну, это нет только отдельной взяток, когда спорт рота тренируется. Это все взаимосвязано, наши дети будут там, наши ребята будут оставаться здесь служить, те, кто в спорте добиваются, представляете, какой престиж поднимется. Ну, плюс еще одно направление, можно сказать о нем, наверное, уже, потому что вроде решение принято положительно. Это строительство суперсовременного лечебного корпуса, профилактория на озере Ширак. Тоже Министерство обороны. Каждое это звено в этой цепи, оно рождает доверие к региону, от инвесторов. Ну, мы с вами не слишком много можем инвестировать, трезво понимая свой потенциал. Нам важно привлечь кого-то. Ну, а построив объект, он наш. Кто бы его ни построил, помните, отделеночек наш. Ну, вот приблизительно с этим вопросом. Когда говорите о республике вообще, у вас такая неподдельная гордость, у вас прям глаз горит. Не можем не спросить, вас постоянно сватают. В Красноярский край, в Москву, последняя информация, вам прочат место министра сельского хозяйства Российской Федерации. Как вы относитесь вообще к этим разговорам, ваша личная оценка? Во-первых, я никуда не собираюсь, это правда, как и с Красноярским краем, я только что тогда выбрался. Это было бы предательством и самый набранный бы неверный политический шаг в моей жизни. Там что, должность выше, что ли? Ну, это такое оскорбление своим землякам. Или там просто корыто больше. Надо туда идти было, извините уж за прямоту, да, но поверьте. Ну, да, возможно, что-то в жизни есть такое, когда, слово вы говорите, сватают тех, кого любят. Ну, сватовство же так происходит. Ну, возможно, ко мне есть искренние отношения, у некоторых руководителей страны. Видят какие-то результаты, но, как правило, зачастую, это частные разговоры, правда. Я свое мнение высказал по Красноярскому краю. Ну, амбиции все потишили, я думаю, даже каждый житель республики, все равно им было приятно. Смотри, наш-то неплохой, он же наш. Но не наоборот происходит процесс, нас всю жизнь куда-то присоединяли, а теперь стали бояться, что мы еще что-нибудь откусим. Конечно, есть амбиции. А, нет, это здоровые амбиции, как у любого человека. Когда тебя хвалят, или тобой гордятся, ну, это же самое главное, самое главное, когда тебе говорят спасибо. Есть всему место и время. Ну, вот у меня место здесь и время здесь пребывания. Я бы очень хотел, я честно говорю, я, Господь, даст здоровье, и будет уважение населения. Я все сделал для того, чтобы еще баллотироваться на один срок. Но мне нравится. Мне нравится быть главой республики. Я не вру, не скрываю это. Мне нравится защищать ее интересы. Потому что, не имея этого статуса, ты не можешь реализовать многие моменты. Мне нравится защищать крестьян, делать хорошие дороги, да, чтобы они лучшими были в Сибири. Ну, и многие те вещи, как и вам нравится, хорошую сделать передачу. Ну, нравится же, правда? И когда вы слышите, что это лучший диктор, да, что это лучший корреспондент, надо счастливо жить. Не важно, не всем же надо быть президентами России, главами регионов, главами городов. Ну, каждый на своем месте может таким же быть счастливым человеком. Виктор Михайлович, вы просто опередили мой вопрос, впереди Новый год. Где и как глава Хакасии встречает бой курантов? Ну, понятно, уже в Хакасии. Есть какая-то, может быть, добрая семейная традиция? Одна добрая семейная традиция – это уважение отца семейства. Они всегда меня поднимали. Я бы сегодня хотел еще раз в них попросить прощения. В этой части они обременены именно вот этим, ну, что всю жизнь есть отговорка. Ну, ты же знаешь, ко мне приезжают. Ну, мне надо, я так должен. И вот весь мой гарем, а у меня одни девочки, они уже так привыкли, что они даже не спрашивают Новый год, где папа. Естественно, я делаю подарки. Я стараюсь в преддверии Нового года быть более добрым. Как бы сложно ни было, он такой, конец года всегда сложен. Набираю баллы, зарабатываю. Ну, как правило, это будет, наверное, тайга. В крайнем случае, это было ли второй. Второй день Нового года. В этом году, наверное, придется и там, прямо Новый год встречать. Так получается, и этим горд. А вот перед семьей я бы хотел попросить прощения. Это правда. Они всегда ждут. Я знаю, что им приятно со мной быть. Шутки. Ну, все-таки это... Я же отец семейства, не просто там, да? Глава республики. Для них это вторично. Всем девочкам важно, когда папа рядом, скажет доброе слово, улыбнемся, подымем по бокалу, желаем друг другу что-то, нахохочемся, нашутимся. Но не получается. Виктор Михайлович, спасибо огромное за просто исчерпывающий ответ и такую откровенность. Спасибо еще раз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...